Всем привет! Мало кто знает, что сегодня самый лучший день для того, чтобы изучить, как в Unity делать Ragdoll. Мы возьмем персонажа, похожего на человека, и применим к его конечностям джоинты, для того, чтобы они ввели себя как физические тела. Персонажа можно взять любого, похожего на человека, можно, к примеру, скачать модель с Asset Store, но я воспользуюсь персонажами, которые есть на сайте Mixamo. Mixamo это очень удобный сайт, в котором есть много анимаций, и я расскажу в том числе в этом уроке, как им пользоваться. У этого сайта есть только один недостаток. Когда вы на нем регистрируетесь, в пароле он просит указать не только цифру и заглавную букву, но еще и символ. В первую очередь Mixamo это библиотека анимаций антропоморфных персонажей, но также тут есть вкладка Characters, в которой вы можете выбрать одного из персонажей, на котором можно посмотреть превью этой анимации, и мы как раз персонажа скачаем. Вот их тут довольно много, и я выберу, к примеру, вот этого парня. Ну, в общем-то, можно прямо сейчас его скачать, и потом я еще покажу, как на этом сайте можно скачивать анимации. Сейчас просто нажимаем на кнопку Download, здесь оставляем по умолчанию формат FBX и T-Pose. Вот, все, файл скачивается, также можно перейти во вкладку Animations, и здесь вот это как раз большая библиотека анимаций. Вот, абсолютно различные анимации, в том числе те, которые часто используются в играх. Там, например, давайте посмотрим походка, скажем, да. Вот, разные виды походок, можно поставить галочку In Place, тогда он будет двигаться неподвижно, и многие из анимаций зациклены. Или давайте посмотрим прыжки. У многих анимаций также можно настроить некоторые параметры, у разных анимаций разные параметры, и тут, к примеру, можно покрутить, скажем, Character Arm Spacing, это расстояние между рук. Если ваш персонаж толстяк, то руки у него должны быть дальше друг от друга. А затем кнопку Download можно нажать и тут. Здесь вы выбираете число кадров в секунду, я оставлю 30. И вот важный параметр With Skin или Without Skin. Поскольку я уже скачал персонажа в T-Pose, да, у нас меш этого персонажа есть, нам нужно скачать только саму анимацию. То есть в файле fbx сохранятся только кости и их анимация, поэтому выберу Without Skin. Теперь скачанный файл fbx с T-Pose, и можно вот так схватить, файла можно хватать прямо из браузера, и перетаскиваем в Unity. Вот, файл перенесся у нас в окно проекта, только сейчас на нем нет текстур. Можно сразу перенести персонажа в окно сцены, да, и видно, что он белый. На самом деле текстуры в этом файле есть, они просто сохранены в файле fbx, и нам нужно их оттуда извлечь. Для этого переходим во вкладку Materials, и здесь есть такая кнопка Extract Textures, то есть в файл fbx могут встраиваться текстуры. Он спрашивает, в какую папку нужно извлечь эти текстуры, ну, оставляем все по умолчанию, и они сейчас появятся вот тут. Тут вылазит окно про то, что ему нужно правильно интерпретировать настройки карт нормали, и здесь нажимаем кнопку Fix Now. Вот мы видим, что персонаж выбрал довольно оригинальный стиль в одежде. Ну, что можно еще ожидать от представителя загнивающего запада? Дело в том, что материал этого персонажа почему-то имеет прозрачность. Вот, надо изменить настройки материала для этого, кроме Extract Textures, надо еще нажать кнопку Extract Materials. Тут также ничего не меняем. Вот, затем с Control выделяю все материалы, которые тут появились, и меняю им Rendering Mode на Apac. Так, давайте посмотрим, из каких частей состоит этот персонаж. Если нажать на эту стрелочку, то у нас развернется иерархия, да? Кстати, если вы нажмете на стрелочку с зажатым альтом, то сразу все, что тут есть, откроется. Вот, и мы видим, что у него целая куча костей, да? Вот, каждую из костей можно выделять и вращать, и вот соответствующая часть тела у него вращается. Вот, и для того, чтобы сделать из этого персонажа Ragdoll, нам нужно выделять каждую из частей, назначать на нее Rigid Body, Collider, Joint. Это довольно долго, и в Unity есть инструмент, который нам позволяет сделать эту нудную операцию быстро и автоматически. Для этого надо перейти в окно GameObject, 3D Object, Ragdoll. Вот, открывается такое вспомогательное окно, и вот в эти слоты нам нужно перенести определенные части тела этого персонажа. Если вы плохо знаете английский, я вам подскажу. Так, ну, первое, Pelvis, переводится Tass. Вот, нам нужно найти в иерархии этого персонажа что-то похожее. Вот, ну, Hips переводится бедра, и это вот самая его, как бы, центральная кость, из которой все растет, и вот ее как раз мы указываем в первом слоте Tass. Дальше идет левое бедро, левое колено и левая ступня. Ну, можно выделять кости, там вот так их повращать и убедиться, что вот это вот левое бедро. И перетаскиваем его в этот слот. Дальше идет левое колено и левая стопа. И то же самое с правыми частями. Вот, дальше идет левая рука и левый локоть. Соответственно, left arm. Вот, и следующее за ней это локоть. И то же самое с правыми. И осталось еще две кости. Middle spine это середина спины. Часто у персонажей бывает разное количество спинных костей. У этого парня, например, есть вот первая спина, вот вторая, третья. Средний, давайте считать, вот этот spine 1. Ну, соответственно, на все кости, которые мы здесь не указываем, rigid body просто не назначится, и эти кости игнорируются при расчете физики. Ну, и последняя кость head, голова. Вот она. Потом надо указать, сколько бы этот парень мог весить. Я думаю, 20 килограмм это мало. Наверное, он весит 76. Вот и все. Мы все указали и нажимаем кнопку create. Так, теперь если мы выделим самый верх иерархии этого персонажа, то мы увидим все коллайдеры, которые на него назначены. Вот здесь также видно стрелочки. Это говорит о том, что у него есть какие-то джойнты. Можно на эти джойнты посмотреть. Давайте, к примеру, выделю его ноги. Вот я выделил левую ногу. Можете, кстати, посмотреть, что вот та масса, которая автоматически установилась для этой ноги. И к ней применен character joint. Вот. Можно его поменять, если после симуляции вам покажется, что он какой-то некорректный. Тут, например, есть лимиты для того, насколько нога может сгибаться. И если нажать кнопку edit angular limits, вы увидите, какими эти лимиты установлены. Вот. Можно сделать, чтобы нога могла сгибаться сильнее. И давайте нажмем на кнопку play и посмотрим, как это выглядит сейчас. Как-то так. По-моему, уже довольно круто. Только сейчас у него ноги разъезжаются в разные стороны, потому что у него слишком широкие бедра. Поэтому я уменьшу коллайдеры ног. Вот. Просто уменьшаю радиусы двух этих коллайдеров. Ну и нижних частей тоже. Вот. Так будет правильней. Да, кстати, мы с вами скачивали файл анимации персонажа с сайта Mixamo. И если вам интересно, как сделать переход между анимацией и Ragdoll, то я вам сейчас покажу. Вот файл Jumping у меня скачался. Я перетаскиваю его в Unity. В этом файле есть только скелет с анимацией, но самого меша персонажа нет. Если развернуть стрелочку, то вот это как раз файл анимации. Сейчас нам нужно на Douglas'а закинуть новый компонент animator. Не перепутайте ни animation, а именно вот так animator. И указать animator-controller. Для этого щелкаем правой кнопкой в окне project и создаем новый animator-controller. И давайте назовем его так же, как зовут персонажа. Вот, создался новый animator-controller. Если два раза по нему щелкнуть, то откроется окно animator. И в это окно вы можете из файла Jumping перенести анимацию, которая в нем есть. Да, кстати, сейчас анимация не зацикленная, поэтому он просто один раз прыгнет и дальше будет статично сидеть. Поэтому давайте выделим файл Jumping, перейдем в вкладку Animation и здесь поставим галочку Loop Time, а потом Apply. Теперь анимация будет без конца повторяться. Далее выделяем Douglas'а и в слот animator-controller переносим тот animator-controller, который мы создали. Вот так. Теперь нам нужен небольшой скрипт, который будет переключать персонажа между двумя режимами. Режим анимации, в котором все его rigidbody становятся кинематик. И режим Ragdoll, когда галочка из кинематик у них выключается, они становятся физичными, и в то же время анимация персонажа отключается. Вот такой скрипт я написал, RagdollControl он называется. В этом скрипте есть две публичные переменные. Это компонент animator и список Ragdoll. Метод Awake вызывается при запуске сцены, при появлении этого персонажа. И в этом Awake мы перебираем все rigidbody, которые есть в этом списке, и галочку из кинематик им включаем. И при старте наш персонаж будет анимирован, но не физичный. И в методе Update мы проверяем. Если нажимается кнопка Space, то вызывается метод MakePhysical. Но метод MakePhysical, соответственно, делает наоборот. Он у всех rigidbody выключает галочку из кинематик, и еще он выключает компонент animator, чтобы анимация прекратилась. Теперь перенесу этот скрипт на персонажа. Компонент animator переносим в этот слот. А в массив All Rigid Buddies нам нужно перенести все rigidbody, которые есть на этом персонаже. К счастью, разработчики Unity о нас позаботились, поэтому это можно сделать быстро. Вначале нажимаем на замок, чтобы инспектор этого объекта не закрылся. Потом разворачиваем все кости, которые есть у персонажа для этого с альтом. Я щелкаю по стрелочке. И выделяем все объекты, которые тут есть. С шифтом, да. И перетаскиваем все выделенное вот сюда на слово All Rigid Buddies. И Unity автоматически смотрит, на каких из этих объектов есть rigidbody и помещает их в этот список. Вот все, как мы и задумывали. Дуглас прыгает. И в тот момент, когда мы нажимаем пробел, он становится ragdoll и безжизненно падает. Подписывайтесь на канал и задавайте вопросы в комментариях, если вдруг что-то не получилось. Субтитры сделал DimaTorzok